Далеко от войны Александра Федоровна Заболоцкий. Сюмсенский район, расположенный на крайнем западе Удмуртии к началу 1940-х годов, как и соседний Силтинский, приобретает четко сформировавшийся профиль. В южной его части располагаются многочисленные семеноводческие и скотоводческие хозяйства, а на севере за рекой Кельмесь – разработки местного леспромхоза, одного из крупнейших республики того времени. Кроме того, в самих семсях на местном сырье функционирует линозавод. В 1940-м начинается активное строительство узкоколейной железной дороги с сообщением УВА Кельмесь. По иронии судьбы, 22 июня 1941 года в окрестностях районного центра на берегу реки Кельмесь проходит народное гуляние. Его прерывает весть о нападении на Советский Союз немецко-фашистских войск, вспоминает Антонина Кислицына. Я пошла в Акиловскую школу июнь месяц, отпуска были, ремонтировать школу, красить парты, сама все делала. Взяла старшего ребенка, там радио не было. Приходим оттуда и объявили войну. А я так плакала, плакала. Муж был взятый в военные лагеря, он учитель тоже был, ни одного письма не было. Потом пришло одно письмо из Белоруссии, из Витебской области, и письме написано «Здравствуйте и прощайте, иду в бой». Уже в июле 1941 года работа всех хозяйств, предприятий и учреждений района кардинальным образом перестраивается. Принимается решение о прекращении прокладки железной дороги на Кельмесь. Освободившаяся рабочая сила мобилизуется в трудовую армию. Молодежь до призывного возраста отправляют на оборонные предприятия республики, главным образом в Ижевск, и на лесосготовки. Всего в рядах трудармии оказывается около двух тысяч молодых семсинцев, рассказывает Александра Заболоцких. Всех моих товарищей и друзей по назначению, кто в армии, кто на фронт, кто в заводы. А меня вот тут оставили в лесу работать. Я начала работать по грузке щалов. Щалы это были много, лес в одно место связано весь, и отправка по Кельме-Ядовятке. Это все пачкой. Зиму мы все это приготовили, а весной отправили по большой реке эти все щалы. Так вот. Эти щалы отправили, а потом возило лес на берег реки Кельмези, и чтоб его потом по большой воде отправить, этот лес. Вот это все зимой возили, а летом мы там с берегов сваливали этот лес, отправляли его туда плавом. А когда этот плав прошел, лес-то половину осял на берегах, и мы все лето убирали этот лес по воде, чтоб без убрать его, очистить берега. В это же время резко увеличиваются темпы сельскохозяйственных работ. Члены животноводческой артели «Красный Октябрь» реализуют принятое ранее решение о поставке государству одной тонны мяса сверхустановленного плана. Сюмсинский льнозавод план выпуска продукции на 1941 год перевыполняет на 9%. Все это происходит на фоне все более обостряющегося продовольственного кризиса. Постепенно сокращаются нормы выдачи хлеба за трудодень. Работники Сюмсинского леспромхоза с самого начала войны вовсе не имеют карточек, получая продовольствие по так называемым прямым общественным поставкам. Вновь рассказывает Натанида Кислицына. По карточкам мне давали 500 грамм хлеба, на детей по 200. Я получала кило 100 на четверых, на себя 500 и на детей по 200, раз их трое. Они у меня здесь ходили в садик, там все равно маленько чего-то давали, питание было. И зарабатывала я еще, оплачивал колхоз мне, как учительнице. Бригадир замерит, сколько я гектар выжила. За каждый гектар давали два пуда зерна. Государство давало 500 грамм, как паек. Мельница тут была, это зерно я размелю, где-то лапшу состряпаю, где маленько подболтаю. Значит, старшая говорит, нас мама голодом не морила, мы были сыты. А я вот всю войну, я сейчас, я никогда не переедаю, я всегда хожу немножко полуголодной. У вас же привычка такая? Да, привычка такая. Обедаем или что, все, я уже наелась. Поэтому, может быть, мой организм так и приспособился, и так и живу, не переедаю, не переполняю. Начиная с 1942 года, все хозяйства и предприятия района начинают получать жестко фиксированные планы поставок продукции и продовольствия в фонд обороны. Основной спецзаказ на изготовление полутора тысяч пар лыж получают местные лесхоз и райпромкомбинат. Созданная в самом начале войны Химартель получает задание изготовить 37 спецсаней. Сюмсинский леспромхоз поставляет древесину различных сортов, которые поступают на авиационные и оружейные заводы. При этом рабочие бригады и леспромхозы периодически перебрасываются с одного участка на другой. И вновь свой рассказ продолжает Александра Заболоцких. Мы жили в деревне зимой и был в Орландской бараке, там я жила, по деревням в общем жили мы. До станции-то и далеко, домой-то не ходили, не отпускали, судили меня. Ушла домой за продуктами и вот мне дали 6 месяцев отсидения от заработка. Деньги мы не получали, получал все колхоз. Мы люди деревенские, как-то уж приноравливались, не бездельничали, ничего. Что есть у нас, вот поюшку получишь, хлебушка, там сколько-то сот грамм, пока идешь до дома, скушаем. А там уж дома-то, все равно были какие-то продукты, послали здесь дома-то, родители были дома-то. Так мы провели. Постепенно перестроенная на военный лад хозяйственная система района начинает функционировать все более стабильно. Летом 1942 года возобновляется строительство железной дороги в сторону поселка Кельмесь. Несмотря на сложные условия жизни, продолжают увеличиваться размеры персональных и общественных денежных взносов в фонд обороны. Хотя на фоне большинства остальных районов республики, Сюмсинский в этом отношении выглядит достаточно скромно. Максимальную сумму в 8 тысяч рублей внесла сельхоз «Артель» имени Ворошилова. При этом Сюмсинцы берут шефство на ТЭЛовом госпиталем номер 1921, распортированном в Ижевске. Сюда из Сюмси поступают мясо, масло, яйца, сухари и печенье, мед, овощи. Зимой 1942-1943 годов район сталкивается с еще одной проблемой. Неожиданно резко увеличивается численность волков. Отмечаются случаи их нападения на людей. Слово Антониде Кислицыной. Решили сделать для детей елку. Принесли ребятишке елку из леса. Все мы приготовили, в колхозе дали пуд. 16 килограмм муки, картошек принесли. Ребята же сделали картофельное пюре. Техничка у нас была Александра. Говорит, ты, Александра, тут раствори, замеси, а мы с Елизаветой Николаевной придем помочь тебе стряпать. И вот она за мной зашла, она не здесь жила. Мы тут прямо вот ходили по полю. Только там на Вугор вышли, и на нас бежит стая волков. Мы с ней так закричали, да обратно бежать, бегом, бегом, бегом. То тетя молодые были. И сторожка была, склад тогда львовить, сеяли у нас, выращивали. И тут охранял сторож на семе. И мы стучимся. Чего вы бежите? Я говорю, на нас волки вон целостая. Вот мы до Светла, зимой не короткие, перед Новым годом тем более, пришли Светло уже в школу. Техничка пирожков настряпала, и все. И говорят, какие вы, зачем вы не пришли ко времени? Да говорю, тетя Саша, ведь чуть волки нас не задрали. На протяжении практически всей первой половины Великой Отечественной войны в Сюмси поступают эвакуированные жители западных областей страны. К лету 1943-го их число превышает 600 человек. При районном исполкоме создается особая комиссия, перед которой ставится задача организации жилья, питания и работы для вынужденных переселенцев. В это же время, летом 1943-го года, в Сюмсе прибывает большая группа детей различных возрастов из Курской области. Подростков отправляют дальше, в Ижевск, в примесленное училище. Дошкольников везут в соседний Вавош, а для остальных детей в Сюмсях организуется свой детский дом, который существует без малого 20 лет. Свой рассказ продолжает Антонина Кислицына. Приехали учителя, двое были эвакуированных. Такие-то они разбитые, после бомбежки из Чудова приехали из Новгородской области. Квартирку я им поставила, сама там я не жила, все, раз дети здесь. Одна-то очень хорошая учительница была, Екатерина Петровна Цветкова, а другая-то поработала немного, я смотрю, с ней неладно. Заговариваться или вот среди урока начнет это, на кухню сходит в чашку, нальет какой-то, что-то приготовит и ходит по классу, ест. Я была как начальник из заведующей школы все эти годы. Рано пришла, сказала, вот так-то, так-то, мало ли, дети потом, это ведь недовольные, раз такое поведение у учителя. Ну ее куда-то в другое место перевели. В 1945 году Симсинский район оказывается одним из немногих в республике, регулярно перевыполняющим производственные задания практически по всем направлениям деятельности хозяйства предприятий. По хлебопоставкам в ударных числится все 98 хозяйств соответствующего профиля. К весне 45-го завершается прокладка последнего участка узкоколейной железной дороги у Вакельмесь. Еще до 9 мая по ней из Симсинского леспромхоза в сторону Ижаска отправляются первые составы, груженные сортовой древесиной, предназначенные для оборонных предприятий. О том, как 9 мая встречали в Симсинском районе, рассказывает Антонина Кислицына, в то время исполняющая обязанности директора начальной школы в деревне Акилова. 9 мая я была в школе еще, 9 мая еще учили, и там ни радио, ничего нет, пришла домой. У нас радио было такой круг. Репродуктор? Ну, старики тоже радуются, что День Победы наступил, будет уже мир. На другой день пошла в школу, детям говорю, ребятишки, сейчас уже будете жить лучше. Мы и голод, и холод все приняли, и работали. Ребятишки обрадовались, заиграли потом в перемену. Ой, все, победа, победа. Значит, придет, у меня папа один кричит, другой кричит. Мальчишка, я так соскучился о папе. Все в деревне были взяты. Много ведь не вернулось из фронта. Очень много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова